В смутной связи с Петербургским международным экономическим форумом мы говорили о выставке детей, о выставке наследников, о том, как российский правящий класс начинает презентовать своё потомство в качестве своих преемников. И мы тогда попытались ответить на вопрос, можно ли достичь таких договорённостей в системе без институтов, в системе, основанной на персоналиях? Можно ли достичь договорённостей, которые переживут эти персоналии? Это понятная дилемма. Всем хочется обладать максимально неограниченной властью при жизни, но ты сталкиваешься с одной небольшой проблемкой. Как только тебя не станет, и твоя собственность, и твоё общественное положение, и та безопасность, которую ты распространял вокруг себя, ставятся под вопрос. И следующему поколению придётся отвоёвывать место под солнцем в точно такой же свирепой схватке, в которой ты завоевал своё, и в которой ты, просто выражаясь, поубивал столько народу. Поэтому, собственно, общество приходит к идее институтов, ровно для того, чтобы не резать друг друга каждый раз. Но в каждой следующей автократии кажется, что они поймают бога за бороду и вот как-то обойдут, понимаете, эту странность, что они и без институтов проживут гораздо лучше. Они вот сейчас так договорятся и своих этих наследничков рассадят по местам, и дальше это будет продолжаться до бесконечности. Это на самом раннем этапе брали и расстреливали. После смерти Сталина российская, советская элита пришла к некой договорённости, которая, судя по всему, заключалась в том, что мы друг друга не убиваем и не вырезаем семьи. Это то, чем занимался Сталин. Мы будем отправлять людей на пенсии, мы будем отправлять людей заведовать сельским хозяйством или возглавлять провинциальную электростанцию, как случилось с Маленколом, но убивать мы не будем. И надо сказать, что этот договор, если он был, а мы можем судить об этом только постфактум, похоже, сохраняется до сих пор. Несмотря на все загадочные выходы из окна и подозрительные смерти, вот в этом первом кругу, которому не принадлежал, например, покойный Пригожин, стараются людей отодвигать, да, но не убивать. В этом смысле, конечно, интересен этот процесс Минобороны, который действительно хочется назвать чисткой на таком сталинском языке, но он отличается от сталинских чисток тем, что он никак не оформлен идеологически. То есть нет никаких разговоров о том, что это преступная группа, что это шпионы, изменники Родины, что они хотели подорвать обороноспособность страны. Это подается как череда совершенно не связанных между собой эпизодов. Вот еще одного задержали, вот еще одного обыск. Ой, смотрите, коробку нашли с деньгами, а вот и у этого нашли коробку с деньгами. Надо же как. Это никак не связывается в единый, что называется, нарратив. Не собирают трудовые коллективы, чтобы они осуждали компанию немецко-британских шпионов, которые окопались в Министерстве обороны и хотели нанести в спину Родине удар. Это свойство недоталитарного, авторитарного, неидеологизированного режима. Но, если я правильно понимаю вашу мысль, вы хотите сказать, что таким образом, такими инструментами, удалив старое начальство и рассадив их в Лефортово, освобождается место для кого? Вот не знаю. Смотрите, сейчас я вам изложу свои сомнения. Когда начались только эти чистки и зачистки, я сказал следующее. У меня пришла в голову такая мысль, которую я с публикой поделилась, что это могут быть репрессии для войны, ради войны, или репрессии вместо войны. То есть убираем неэффективных, как вы говорите, засидевшихся людей, хотя, мне кажется, надо различать тех, кто слишком старый, и тех, кто, может, и молод, так сказать, душой и годами, но не выдает тот результат, который руководству нужен. Убираем вот этих вот неэффективных людей, сажаем тех, кто навоюет нам за меньшие деньги больше, вот если совсем упрощать. Это репрессии для войны. Репрессии вместо войны – это даем силовикам, засидевшимся, потому что было с начала войны мораторий на репрессии на высших этажах, заняться их любимым делом, подкормиться, и меняем, ну, в общем, по большому счету, шило на мыло, отвлекая, возможно, и самих себя, и публику от войны, которая нам не очень удаётся и, в общем, многим надоела, на более понятную внутриполитическую делёжку. Вот я тогда это сказала и сама себе, так сказать, это запомнила, чтобы потом посмотреть, как будут развиваться события. А когда сняли Шойгу и когда задержали Тимура Иванова I из задержанных заместителей министра, то в ультрамилитаристских кругах был большой праздник. Они ненавидят этих людей, они считают их действительно предателями, там дальше уже разные трактовки, они напрямую иностранные шпионы или просто дураки, вороватые. Как это сказал Шойгу в своём последнем интервью «Россия-24», ведут себя как обычное варьё. Он-то говорил о ком-то другом, но я подумала, что всё-таки, видимо, один из неистребимых психологических рефлексов – это говорить всегда только о себе. Особенно люди без привычки к рефлексии не могут говорить ни о чём, кроме самого себя. Так вот, неважно, шпионы они или варьё обыкновенное, но они вот плохо воевали. И вот сейчас, думали наши несчастные соотечественники-милитаристы, сейчас придут боевые генералы, молодые герои СВО, люди действительно патриотичные, преданные Родине, и они не будут воровать, потому что это невозможно для них по моральным соображениям, и они вот победят наконец-то и прекратят вот эту долгую военную кампанию, которая, как опасаются в этих кругах, закончится каким-то ужасным договорником. Это вот их главный кошмар. Произошло ли это? Этого не произошло очевидным образом. То есть обновления, опять же, циркуляции элит по Паретто не случилось. Это очевидно. Мы не видим новых людей в том смысле, что мы не видим людей, которые до этого не занимали бы адекватную позицию в системе. То есть чья предыдущая позиция не была бы сравнима с новой. Кто у нас новые заместители министра? Это один-единственный человек, которого можно отнести к соратникам самого нового министра. Это сын Фродкова, племянница Путина. И кто еще? То есть не то, что они никого из окопа не взяли, ладно, это, естественно, фантазия, и было понятно, что это фантазия с самого начала. Но не пришло никаких, так сказать, новых сил, вот не видно. Но при этом видна некоторая интенция, в особенности в назначении самого министра, разгрести эти авгивы и конюшни Министерства обороны и навести там порядок не в том смысле, чтобы даже воевали быстрее и шустрее, а в том смысле, чтобы воровали бы поменьше. Я бы это связала все же действительно с динамикой федерального бюджета и федерального бюджетного планирования, согласно которому и в 25-26 году планируется довольно ощутимое снижение военных расходов. Может быть, там что-то припрятано в тайных статьях, но сам-то раздел нам известен, вот есть большой раздел национальной обороны. На, кстати, раздел безопасность будет рост. То есть вот опять, понимаете, армии мы не дадим, мы дадим внутренней полиции. Почему? Потому что мы автократия, нам не нужно завоевывать, нам надо усидеть. Поэтому мы будем инвестировать туда, где наша Кащеева игла, а она не в полях Украины, как многие думают. Ну, тут мы подходим к тому вопросу, которому мы задались в самом начале. А что общего и что отличного у, так сказать, элитного бытия в демократиях и в автократиях? То, что вы описали, ну, все хотят. Более того, не только элиты хотят самосохраняться и передать наследство детям. Мы, грешные, хотим приблизительно того же самого. Мы хотим сохранять свое социальное положение, по возможности его улучшать, если есть куда его улучшать. И мы хотим то, что мы наработали, нажили и социальный капитал, и капитал материальный передать детям. Не правда ли? Вопрос в том, в какие институциональные механизмы встроено это наше желание. Живем ли мы в Древнем Египте, в обществе, где сыну наследует профессию отца, и никак иначе? Живем ли мы в феодальном обществе, где по майорату старший сын получит мельницу средней осла, младшей кота, либо все-таки мы живем в социуме, в котором есть гражданский кодекс, наследственное право, которое не очень поощряет передачу всего того, что ты там нажил одному ребеночку, а поощряет ребеночка к тому, чтобы они сами тоже как-то все-таки работали, которое принуждает элиты подчиняться законам электоральной ротации. И даже если им очень сильно не хочется, но они проиграли выбор, они должны пожать плечами и уйти. За это компенсирует их тем, что за дверями кабинета их не ждут с мешком и веревкой, а они могут пойти в оппозиционную фракцию, в университет преподавать, книжку писать, просто злобствовать на публике и ругать новых начальников в ожидании следующего электорального цикла. Это их гарантии. Их свобода и их собственность гарантированы, если они свою, так сказать, каденцию не нарушали закон напрямую. За это они подчиняются всегда очень неприятному для них правилу, согласно которому ты можешь лишиться в результате каких-то, понимаете, перекладываний бумажек с места на место. Вот Реши Сунок, когда уходил с поста премьер-министра, он сказал, что давайте, так сказать, поблагодарим Господа и друг друга, что те вопросы, которые в менее счастливых странах решаются массовой стрельбой, у нас решаются перекладыванием бюллетеней из урны в урну. Это действительно величайшее достижение цивилизации, что можно уйти живьем с начальственного места и можно согнать начальника, не убивая его и не убиваясь самому. То есть есть общее. Это вот желание самосохранения и самовоспроизводства, это желание во многом реализуется. Вот мы про это помянули, да, он наиболее известен соотношением 80 на 20, которое потом использовали маркетологи и переформулировали его в том смысле, что 20% усилий дают 80% результатов. Или еще вульгарнее, в любом коллективе 20% работников делают 80% работы. Паретто писал не это. Просто это соотношение 80 на 20 оказалось достаточно универсальным. Паретто писал, что в любом обществе 20% населения владеют 80% богатств. И если вы знакомы с индексом Gini, индексом неравенства, изобретением другого итальянского ученого, то вы понимаете, что 80 на 20 – это еще по-божески. Бывает и 10-10-90, а бывает и 1-99. Тут как это не будем показывать пальцем, но есть страны, у которых индекс Gini жутковатенький. Это продуцирует социальную нестабильность. Гражданам обычно такое не нравится. Так вот, Паретто предполагал и, собственно, вывел это соотношение, а 80 на 20, изучая в том числе архивы родной Италии, согласно которым получалось, что, несмотря на ее бурную историю, на соединение и раздробленность, на войны междуусобные и на внешнее завоевание, в течение 600 лет, например, в городе Флоренции, одни и те же семьи более-менее владели одной и той же собственностью. Или, точнее говоря, одним и тем же объемом собственности. Элиты будут воспроизводиться. Точно так же, как сейчас, когда начинают высчитывать, какие перспективы у представителей каких сословий, то выясняется, что дети университетских преподавателей имеют там типа пятикратно превосходящие шансы стать университетскими преподавателями, чем чьи-то другие дети. Ну надо же, да, как все удивились. Понятно, что будет воспроизводиться социальный порядок. Это у нас называется прекрасным словом стабильность. Мы, в общем, все к этому как-то стремимся. Мы не хотим каждое поколение совершать революцию. Но мы хотим, а элиты не хотят, механизмов, которые вот эту циркуляцию позволяют сделать мирной, постепенной и, скажем так, основанной на каких-то правилах. То есть что нужно сделать, чтобы попасть в элиту? Что нужно сделать, чтобы сделаться начальником? Надо зарезать человека? Надо присягнуть бафромету? Надо поучаствовать в схеме кражи государственных денег? Или нужно сдать экзамен, китайский вариант? Или нужно выиграть на выборах? Или нужно пройти партийную иерархию снизу-доверху от муниципального собрания до центрального комитета какой-нибудь партии? То есть должны быть правила вот этого вот отбора. Посмотрите, те люди, которые сейчас являются начальством в постсоветских странах, были начальством помельче при Советском Союзе. Это почти универсальный член КПСС. Это люди, которые так или иначе куда-то продвинулись вот в этой вот советской иерархии. Есть исследователи, которые доказывают вполне обоснованно на данных, что не произошло в 1991 году никакого слома элиты. То есть элиты не сменились. Первый этаж отошел, второй поднялся на первый, третий на второй и так далее. Кстати говоря, практически единственный представитель контр-элиты. То есть вот, опять же, возвращаясь к Парутоинам, исследователям элитной жизни, что такое контр-элита? Это люди вот как контр-культура. Вот есть мейнстримная культура, так сказать, общепринятая, общепризнанная, а есть какое-то такое художественное подполье, там, авангард и прочее. Оно стремится тоже попасть на большую сцену, и оно подпитывает, скажем так, своей творческой энергией этот самый мейнстрим, но им не является. Вот приблизительно такая же история с элитой и контр-элитой. Контр-элиты – это люди, которые хотели бы, что называется, поначальствовать, но пока к начальству не имеют отношения. Либо их пропускают в организованной очереди, либо они сносят элиту революционным образом. Вот единственный, пожалуй, случай, когда не начальник, по крайней мере, не партийный начальник, стал первым лицом в постсоветском государстве, это, как ни странно, Лукашенко. Эта музыка может длиться вечно, а то, что называется устаканиванием, это установление власти закона. Нет другого способа. Мы с вами начали с этого, и давайте, так сказать, поддержим этот тезис, потому что я ничего другого вообще не вижу, никто ничего другого не придумал. Если у вас традиционное общество и наследственная монархия, вы можете протянуть некоторое время, пока народ вам голову не поотрезает, на власти традиции и на поддержке церкви. Но если у вас переход от аграрного общества к городскому, люди научились читать и писать, религиозное чувство ослабевает, традиционное общество распадается, ничего вы не придумаете, кроме того, чтобы установить правила, обязательные для всех. Есть разные в политологии теории насчет того, что элита сначала установит правила для себя, потом они как бы диффузно расползаются на всех остальных, то есть привилегии становятся правами, исключения становятся нормами. Хорошо, хотите так, делайте так, но ничего кроме деперсонализированных институтов и писаного права не защитит ни вас, ни ваших детей. Все ваши договоренности, все ваши прикопанные активы будут выкопаны. Договоренности закончатся вместе с вами в лучшем случае, тогда вы хотя бы не увидите, что там с детками вашими делают, а в худшем при вашей жизни вот прям вот, так сказать, будете свидетелем этой безотрадной совершенно картины. И вот этот вот процесс, так сказать, циркуляции с применением насилия может продолжаться сколько угодно. Ой, смотрите, опять, значит, оказался наш отец с кем-то там не тем. Вот этого раскулачивают, потом следующего раскулачивают, потом раскулачивают, их раскулачивают. И еще раз повторю, тут никакого дна никакого нет, ничего не устаканится. Само собой, элиты должны принять решение о том, что они ограничивают себя правилами в обмен на гарантии для себя. Великую хартию вольности придется подписывать. Если ума не хватает ее подписать, будете резать друг друга до морковки на заговение. Ничего тут не поделаешь. Необходимы институты. Но даже там, где нет институтов, любой социальный порядок стремится воспроизвести самого себя. И это более или менее происходит. Просто вопрос в том, что лично вы можете делаться исключением из этого процесса и весьма вероятно даже сделаетесь. Что касается перепроизводства элит, это интересная концепция. Давайте пару слов скажем о том, что это, собственно говоря, такое. Это теория, согласно которой социальные потрясения происходят, когда в обществе, скажем так, превышен определенный процент людей, которые могли бы претендовать на начальственные места, но этих мест недостаточно. Людей больше, чем места. Соответственно, всякие социальные революции подводятся под это объяснение. Вот смотрите, там стало много грамотных, они хотят участвовать в государственном управлении, но их некуда девать. В университетах подготовили кучу специалистов разных непроизводительных профессий, им негде работать. То есть это потенциальные элиты не самого верхнего уровня, но какого-то. Они считают себя entitled, они считают своим правом определенный образ жизни, а общество не может, экономика не может им это право обеспечивать. Я знакома с этой теорией, у меня к ней, как это, вопросики. Мне вот что здесь представляется несколько сомнительным. Смотрите, по мере научно-технического прогресса и экономического развития, общий уровень жизни, в общем, поднимается. Теперь для того, чтобы не голодать, не надо, во-первых, силой отбирать еду у соседа, а во-вторых, принадлежать привилегированному сословию. Ты, в общем, и так голодать не будешь. А что касается недопуска к делам управления, есть известное, я не знаю, правда, кому принадлежащее, определение того, что такое русская интеллигенция. Это люди, воспитанные для политического управления, но не допущенные к нему. То есть люди, привыкшие и приученные думать об общественном, думать о этическом, вообще мыслить масштабно, мыслить за пределами своей индивидуальной судьбы и своей индивидуальной выгоды, но лишенные социальным порядком возможности эти свои мысли воплотить как-то в жизнь. Поэтому, говорит нам теория перепроизводства элит, они, значит, злобствуют, злоумышляют против отца-батюшки, вступают в разные секретные союзы и в конце концов опрокидывают социальный порядок и обломки этого социального порядка им же на ей глупые головы и падает. Вот такая теория, она, надо сказать, безо всякой теоретической основы в умах начальства очень царствуют. Они тоже считают всех грамотных опасными. Значит, на самом деле инкорпорирование, кооптация образованных людей в социальный порядок происходит очень бы просто. Если у вас конкурентные выборы на разных уровнях, то занятие найдется кому угодно. Сколько бы вы ни обучали людей, они все смогут, если им это хочется, они все смогут, так сказать, поучаствовать в общественной жизни на местном уровне, потом на более высоком уровне, а потом на уровне всей страны, потому что у вас будет много партий, они все будут проводить съезды, у вас будет много избирательных компаний, в которых будет участвовать много народу, у вас будет много СМИ, которые будут все это освещать, у вас будет много университетов, которые будут готовить следующих грамотных. В общем, все будут при деле, и никто не будет чувствовать себя, так сказать, выкинутым из жизни. А если вы одновременно хотите держать всю власть и вообще-то почти всю собственность при себе, но вам нужны грамотные люди, чтобы вас обслуживать, и вы потом сетуете, что эти грамотные люди почему-то недовольны своей обслуживающей ролью, то, ну вот вы сами дураки, тут же как это, тут ничего, ничего с этим не поделаешь. Но возвращаясь к нашим с вами воспроизводящимся или стремящимся воспроизвестись элитам, мы с вами что видим, так сказать, в российской практике? Мы видим, как дети, так сказать, подросли, дети нынешних 70-летних – это уже взрослые люди, иногда уже и внуки вполне взрослые люди. И если раньше, по моим наблюдениям, их, так сказать, легитимизировали преимущественно через участие в бизнесе, как и жен, то есть одеть и где, одеть там в банке, то теперь их уже не стесняясь ставят на государственные должности. Почему прежний способ был хороший, почему он мог перестать быть хорошим? Во-первых, в бизнесе посвободнее, не нужно ограничивать себя нормами госслужбы, что не всем нравится. Во-вторых, можно ответить на вопрос, откуда деньги, но вот жена и дети – талантливые предприниматели. Вот такие они талантливые, и вот-вот назарабатывали, а типа не несусь в чужие карманы, не заглядывай, сам иди и зарабатывай. Россия – страна возможностей. Ну и, соответственно, так можно отмывать деньги, которые ты получил на самом деле через свою государственную должность. Они тоже легитимизируются через вот этот, так сказать, Женин и детный бизнес. Почему вдруг стали делать по-другому? Почему вот видим этих самых там маленьких вратковых, маленьких ковальчуков и маленьких кириеночек? Дело не в стеснении. Хотя сейчас мы об этом тоже скажем, потому что это некоторый разрыв с советской. Номенклатурной традиции. Сейчас мы видим их на госдолжностях. Моя версия стоит вот в чем. Мне кажется, дело не в приличиях. Хотя, конечно, тут тоже приличия все меньше и меньше имеют значение. Дело в том, что позиция в бизнесе уже не представляется безопасной. Для того, чтобы хоть как-то кровиночку свою обезопасить от, давайте говорить прямо, задержания, обыска и ареста, надо, чтобы они сидели на госдолжностях с ними как-то хоть посложнее. То есть надо, грубо говоря, войти в такой список должностей, приказ о расстреле которых подписывает личный товарищ Сталин. Вот была такая группа граждан. То есть пока вот совсем верховные не скажут, а от этого уж не спасешься. Это как гром Перумов. А вот тут не Перумов, а тут уже ничего не поделаешь. А бизнес – это легкая добыча. Это беззащитные, безоружные люди. Их кушают. Поэтому, вот-вот, может быть, поэтому так изменилась эта практика. А что касается советской номенклатурной традиции. Она была своеобразная в смысле вот этой вот смены поколений и воспроизводства элит. Очень поощрались всякие рабочие династии. Про это кино снимали и много на эту тему болтали. Но, например, у первых лиц советского государства хронически не складывалось семьи. Проще говоря, семьи у них не было. Такое ощущение, что длилась традиция подпольщиков, у которых нет ни настоящих имен, ни открытой биографии, ни жены, ни детей. Они чуть-чуть были как воры в законе все, у которого семьи быть не может. Поэтому не только им не наследовали никогда никакие дети, но и с этими детьми все время было как неплохо. Кто пил, кто рано помер. В лучшем случае они все бежали за границу. Если вдуматься, дикая грабительская модель. То есть ты сидишь с начальником в родной стране, ты ее обираешь, запихиваешь все в мешок, мешок на плечо и бегом. И это венец твоей карьеры. Ну что это такое? Это же дичь дикая. А где вот эта национальная элита? Ну дворянство, не дворянство, ну хоть что-то такое. То есть люди, которые говорят, я тут буду жить, и дети мои тоже тут жить будут. В советских номенклатурных традициях, конечно, как бы сын генерала может стать генералом, как в известном анекдоте, потому что у генерала есть свой сынок. Но ты не мог при своей жизни своего ребенка посадить выше себя или даже на ту же позицию, сравнимую с твоей. Они должны быть где-то, ну вот очень было там хорошо сказать, что он там рабочим на заводе работал, в армии служил, ну что-нибудь такое. То есть вот эту большевистскую скромность надо было все-таки демонстрировать. Поэтому номенклатура советская воспроизводилась, мы и сейчас с ней живем, она вот тут вся, так сказать, вокруг нас процветает, но она не воспроизводилась путем прямого наследования. Понятно, что дети дипломатов с большой вероятностью были дипломатами. Вот тут, кстати, семейственность, мне кажется, более была распространена. Следовательно, ты тоже будешь там в каком-нибудь, может быть, внешнеторговом золотом бриллиантовом учреждении, либо в посольстве работать, либо в аппарате МИДа, пока не повезет, опять же, уехать. Великая мечта и советской, и постсоветской элиты – это, конечно, сбежать. Это вот настолько нам всем привычно, что мы даже не осознаем, насколько это дико. Более того, все разговоры о национализации элит, которые у нас идут с 2013 года, судя по всему, совершенно не воплощаются, даже и сейчас, когда, казалось бы, с двух сторон строят забор с удвоенной, соответственно, скоростью и эффективностью. И вроде бы им деваться некуда, бедным, они все равно разбегаются, они все равно отправляют своих детей. Если не в Англию, то в Дубаи, если не в Европу, то в Турцию. Понимаете, кроме правил ничто вас не переживет. Вот все остальное ненадежно. Может быть, вам повезет. А может быть, и нет. Вот хотите, так сказать, рисковать собой и семейством своим. Я помню, я довольно часто к этому эпизоду возвращалась, но еще раз про него расскажу. В 2019 году в Москве мы с коллегой Марком Голиоти проводили презентацию русского перевода, его книги «Воры». Это такой исторический очерк, ну, как очерк, большая толстая книга, историческое исследование об организованной преступности в России с дореволюционных времен и до наших дней. «Воры» она называется по-английски. И вот в те еще, так сказать, баснословные времена, когда это позволялось, вышел русский перевод. И, собственно, он представлял эту книгу, а я там была модератором. И он сказал фразу, которую я с тех пор запомнила и вспоминаю каждый день. Еще раз повторю, это 2012 год. Он сказал, что главное дело 20-х годов для российской политической системы – это передача наследства детям, а иногда уже и внукам. И что это будет крупнейшая передача архивов, активов века, и это главный процесс, а все остальное – это его оформление. Вот, как это, так говорил Заратустра. Так говорил коллега Голиотти, к которому я имею склонность прислушиваться. И действительно, мы видим, как какие-то подходы к институциализированному трансферу, а я думаю, что первая версия конституционных поправок 2020 года – это был такой подход. Там можно вычитать замысел перераспределения власти в пользу коллективных органов, двух палат парламента и госсовета. Но то ли это с самого начала была просто тепловая ракета, что наши любят, с их спецоперационным мышлением, то ли как-то стало страшновато. Потому что вторая и третья волны поправок были уже совершенно не про то. Вторая была точно про отвлечение внимания всякими биополитическими, так сказать, всякой ерундой, про традиционные ценности, а третья была самая главная – про обнуление. Но если действительно такие мысли были, то они быстро закончились и решили сделать следующее. Оставить наследство вообще замечательное, оставить в наследство непроходимый ров между Россией и внешним миром, оставить в этой, так сказать, в этой разрухе только одну узкую колею, по которой пойдут дети, даже если не захотят, потому что им некуда будет деваться, и началась война. Опять же, судя по динамике бюджетных расходов на оборону, параметр, к которому я люблю обращаться, я все-таки думаю, что собирались воевать пораньше, когда в 2020-м, и ковид помешал. Отложили. Отложили на два года, но очень не терпелось, очень не терпелось, прямо ручки тряслись, так хотелось бы воевать. Так казалось, что удачный момент, что вот сейчас вот можно быстро, красиво, и потом уже, а потом все. Потом уже все будет прекрасно. Вот как выглядит, так сказать, попытка передачи активов, передачи капитала финансового, так сказать, передачи собственности, передачи власти, социального положения в исполнении тех людей, которые лишены институтов, и боятся их, не верят в них, и, ну, я думаю, что просто не понимают, что это такое, убеждены, что везде так же, что просто на Западе болтают красивее, притворяются лучше, а вообще-то, говоря, ни у кого ничего подобного нет. Ну, надо сказать, так сказать, в оправдании людей, малообразованных и видящих очень только поверхность, тонкую поверхность вещей, действительно, сходство в этом элитном бытовании, которое мы отмечали, оно существует. Ну, вот есть Буши, есть Клинтон, есть Кеннеди, они никуда не деваются из американской политики. Американская политика, кстати, очень клановая. Это ужасно интересно, потому что они, ну, как бы, построили свою государственность на том, что у них не будет аристократии, они убежали из Европы, Европы, так сказать, монархии, феодалов, привилегии, всяческой несправедливости и резни для того, чтобы построить справедливое и правильное общество. Но вместо наследственной аристократии у них вот эти великие семейства, которые, конечно, присутствуют, скажем так. Вопрос в том, человек с другой фамилией может как-то протыться туда? Есть какие-то способы? Или вообще нет никаких способов? Вот, собственно, этим отличается социум с механизмами от социума безо всяких механизмов, где он же только родится. Либо как-то прогрызть себе дорогу насильственным путем. Тут в завершении мы еще раз вернемся к Паретам, который говорил, что история, да, это кладбище аристократии, история – это кладбище элит, и циркуляция будет происходить только у умных она будет происходить мирным путем, а у тех, кто упирается, она будет происходить путем насильственным. Если перепроизводства элит нету, или просто контрэлита у вас, так сказать, серенок понабрала, или элита у вас состарилась, но если вы не производите кооптацию на своих условиях, то вас выжжут просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok